Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю эпиграфом к этому отзыву, который будет состоять из нескольких частей, я решил сделать следующее слово. Это единственная советская книга, которая пытается вернуть доброе имя сатане. Итак, продолжаю рассказ о романе Олеся Бердника «Звездный корсар». В «Звездном корсаре» слишком много сюжетных линий. Подчеркну, именно слишком. И я считаю это недостатком данного романа. Только основных сюжетных линий там четыре. И их, думаю, нам, безусловно, надо обозначить. И две линии я хочу разобрать подробно. Первая линия – это линия светлого будущего. Классического, прекрасного, далекого. Тесно переплетающаяся с пятой сюжетной линией. Линией черного папируса. Но линию черного папируса я решил вообще не трогать. Иначе мне придется писать не отзыв, а книгу. Книгу о книге «Звездный корсар». Напоминаю, вот как выглядит обложка романа. В линии же прекрасного далека нас интересует только один момент. В ней детально описано, как робот стал человеком. Таким же, как мы с вами. Ничем от нас не отличающимся. Это было описано, напоминаю, в 1971 году. Напоминаю, тогда утверждение «Искусственный интеллект невозможен» было основой так называемой советской науки. Видимо, эта основа досталась нам от сталинских времен, при которых кибернетика вообще называлась буржуазной лженаукой. Интересно также, что в данной сюжетной линии человеком стал робот. И близко, скажем так, не классический для научной фантастики. Не андроид. Можно сказать, что у Бердника человеком стал электронный мыслящий шкаф, не имеющий даже ног. Правда, у него было нечто вроде рук. Два манипулятора. И также нужно добавить, что он сумел стать очень хорошим человеком, до которого в этическом плане многим из нас еще растей и растей. Важно также отметить, что возможен и обратный вариант. Что Бердник тоже достаточно наглядно дает понять. Искусственный интеллект, то вы, может стать и законченным подонком. Но здесь, к счастью, эволюция была адекватной. И эта мысль, кстати, основополагающая. Что для звездного корсара, что для второй части идеологии. Камертон Дашбога. Но о ней мы, надеюсь, поговорим в свое время. Вторая сюжетная линия, которую мы тоже не будем рассматривать, а только обозначим. Это линия потустороннего мира. Потустороннего мира без кавычек. Мира потустороннего смерти. Добавлю, нашего с вами потустороннего мира. Нашей Вселенной. Эту линию можно назвать линией волшебной чаши. Да, у Бердника потусторонних миров обозначено два. И есть еще и третий мир, который при желании тоже можно назвать потусторонним. Хотя здесь именно при желании. Это тот мир, который христиане, включая православных людей, держат за небеса. За обитель Господа Бога и сопутствующих ему архангелов и ангелов. Крайне уродливый паразитический мир. Мир, который по Берднику паразитирует на нашей с вами Вселенной. Но это уже третья сюжетная линия. И вот ее, думаю, нам нужно рассмотреть подробно. Вернее, даже очень подробно. Линию волшебной чаши же мы рассматривать не будем. Объясню почему. Кстати, мысль о том, что в нашей Вселенной далеко не один потусторонний мир, не новый. Есть мнение, что их даже не два, и не три, и не тысячи. А их бесконечное количество. Равно, впрочем, как и миру по эту сторону смерти. И есть мнение, что душа каждого из нас после смерти не обязательно попадает именно в наш потусторонний мир. Она может попасть и в другой. Сегодня это по-русски называется параллельный мир. В науке это, кстати, сегодня по-русски называется теория квантовых строгов. Но об этом, надеюсь, мы тоже поговорим в свое время. Дело в том, что для души барьеры между мирами, похоже, проницают. И, похоже, это сама основа теории Роберта Бартини. У меня, кстати, на Эрикоменде уже есть отзыв, в котором мы начали рассматривать данное положение. Отзыв на произведение другого дисковца. На произведение Владислава Крапивина. На его повесть «Полосатый жираф Алик». Другое название «Трава для астероидов». И там с ним можно ознакомиться. В этой повести действия от начала и до конца происходят в одном из параллельных потусторонних миров, расположенных в поясе астероидов. Но далеко не в том поясе астероидов, который между Марсом и Юпитером. Туда, после смерти, попали души довольно большого количества крапивинских детей Коева. И у каждого из них там, как у маленького принца, есть свой астероид. То же, что они в открытом космосе, им не страшно. Душам не нужен воздух, тепло и многое другое. Более того, у одного из этих мальчиков в момент смерти с собой оказались семена травы. И души этих семян тоже попали с ним в этот параллельный потусторонний мир. И души травы венериного шмачка проросли на астероидах. Впрочем, об этом лучше почитать в отзыве или в самой повести. Ну а эту сюжетную линию, линию, так сказать, о православных небесах. И о том, какая же они мерзость. А также о потустороннем мире православных небес. А у этих небес тоже есть потусторонний мир. Мы рассмотрим подробно, но не сейчас, не в этой части отзыва. Рассмотрим дальше. Подробно мы также рассмотрим и тему противостояния Аримана, Господа Бога и Гориора, Сатаны. Повторяю, цель этого отзыва показать, что теория Роберта Бартини богоборческая. Кстати, их противостояние, равно как и наш с вами шанс, все изменить. Есть только потому, что у православных небес тоже есть потусторонний мир. А над настоящими потусторонними мирами, что нашим, что так сказать своем, Ариман, к счастью, не власти. И четвертая сюжетная линия, которая тоже нас подробно интересует и которую мы тоже детально рассмотрим, это линия Советского Союза. Советского Союза ориентировочно 80-х годов XX века. Еще раз напоминаю, роман был написан в 1971 году. Из тех позиций это недалекое будущее. Это линия того, что в Советском Союзе, в городе Киеве, ориентировочно в 80-х годах, живет молодой следователь МВД Григорбова, который оказывается смертной инкарнацией того, кого у нас в том числе считают и Гермисом Трисмегистом, Гермисом Трижды Великим. И которая, оказывается, активно помогает Гариору в борьбе против Господа Бога, но помогает не на небесах, а на земле. И вместе с нами до дна выпивают горькую чашу страданий, щедро отпущенных каждому из нас в нашем изначально изродованном мире. Но об этом мы поговорим в третьей части отзыва. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok